Екатерина Черненко, сайт Циквадрата. Мы сегодня задаем Вам вопросы о работе. Была такая миниатюра. Моя жена отдыхает в основном по хозяйству. Вы знаете, у меня вообще понятие отдых довольно... Как Вам объяснить? Я сейчас попытаюсь Вам объяснить. Его не может быть по определению. Объясню Вам почему. Вот ты приходишь к какой-то мысли, работаешь, что-то такое у тебя получается, не получается, неважно. Вот ты лег спать. И даже, может быть, ты проспал довольно долго. Но ты просыпаешься с этой же мысли. Иногда бывает так, что решение принимается. То есть процесс, он все время идет от воображения. Он идет очень часто, только не очень часто, почти всегда. Неполучающиеся сцены какие-то или проблемы, которые есть, ты можешь о них не думать, но они все равно в тебе работают. Организм твой работает. Вот так вот взять, отключиться и смотреть в небо у меня практически никогда не бывает. Если иметь в виду просто использование свободного времени, то в основном это спорт, которым я много занимаюсь очень, ну это как бы уже тоже вошло, так сказать, в жизнь, в обиход, в быт. Или это охота. Или это верховая езда. Да. Я вам просто скажу, что час верховой езды в полях или в лесу, казалось бы, ну не совсем забыть поле, да, не ландшафт, не горы, а вот просто нормальное поле, берег какие. Невероятное дает тебе такое, вливает в тебя энергию какую-то. Еще надо, ну, может быть это будет звучать довольно странно. Вы знаете, конь это удивительное существо. Только тот настоящий конь, да, с которым можно разговаривать и на котором во время езды можно думать. А кто знает верховую езду, меня поймет, потому что если ты не уверен в коне, ты все время будешь думать о том, куда он наступит, не испугается или не дернется. А вот возможность думать, это как вот я, скажем, когда кроссы бегал длинные, там 10-15 км, может быть лучшие вещи, которые я в кино придумывал, я придумывал на ходу, вот в этом монотонном беге. Иногда я что-то придумывал на ходу, добегал быстрее, чем обычно, потому что, не потому что я стремился записать, а потому что просто энергетически ты был возбужден и поэтому бежал быстрее, не замечал, не уставал и так далее. То же самое на верховой езде. Возможность думать во время верховой езды или разговаривать с конем, это тоже, кажется, такое шефрении, но должен сказать, что иногда бывает намного полезнее поговорить с конем, чем с человеком. По крайней мере, тебе не нужно ни саму кем-то казаться, ни от него чего-то ждать. Просто разговариваешь, а ответы приходят сами по себе. Поэтому для меня отдых – это вот, наверное, это. Ну, или если ты действительно, вот действительно, иссякаешь, то надо в клинику ложиться, поехать, может быть. Но тогда тоже другое, там тоже. Так вот, чтобы я, вот это вот, я с таким завистью, там, говорят, мы были там-то, ненавижу туризм. Вот это вот, когда посмотрите налево, посадите направо, это… То есть я понимаю, что это кощусное, наверное, но вот мне намного интереснее сидеть в кафе на улице, где тебя не знают. И просто наблюдать, и там, и решать, вот это, вот откуда идет человек, какой характер, что у него в руках, что в карманах, а чего он такой, а чего он, куда он смотрит, что он думает. Это, казалось бы, это тоже такая шизофреническая вещь, но она ужасно увлекательна. Когда есть возможность проверить, я несколько раз у меня была возможность проверить. Очень интересно, насколько ты, насколько ты ритмически совпадаешь с внутренним миром человека. Это увлекательней все, и нам, прости господи, намного интереснее, чем в музее. Хотя в музей тоже надо ходить. У нас, говорится, съемка окончена. Спасибо всем, особенно анестезиологу. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.